По данным российского генерального штаба, пропавшими без вести в ходе Великой Отечественной войны числятся более 4,5 миллионов солдат и офицеров. В наши дни их судьбы пытаются установить поисковики, которые ищут и сопоставляют архивные штабные донесения с результатами полевых раскопок. Считается, что по меньшей мере три четверти погибших лежат непогребенными на местах сражений. Ежегодно бойцы студенческого поискового отряда «Воскресенье» совершают как минимум две экспедиции. Об итогах прошедшего сезона далее в материале. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат – главный девиз поискового отряда «Воскресенье». Каждый раз благодаря экспедициям и новым находкам они ведут нас к победе. Однако в этом году из-за пандемии традиционные весенние экспедиции были перенесены. В это время ребята работали с архивом и электронными порталами. Мы занимались тем, чем могли заниматься. Занимаемся обычно в зимнее время года, когда не выезжаем в поля. Это работа с архивами, с базами данных электронных, которые представлены у нас. Это обыденный мемориал, подвиг народа, память народа. Изучали карты боевых действий для того, чтобы потом поехать, уже основательно подготовившись. Журналы боевых действий, различные воспоминания ветеранов, участников тех или иных событий, которые тоже нам помогут в работе. Участвовали в различных онлайн-конкурсах, работали над проектами. Активно продвигали официальную страницу в социальных сетях. 10 ноября в рамках окружного общественного проекта «Слёт поисковых отрядов. Никто не забыт» бойцы отряда в воскресенье заняли первое место в номинации «Инновация». Сегодня как никогда важно выстраивать связь с людьми и правильно работать в информационном пространстве. Практически каждый поисковый отряд ведёт просветительскую работу со школьниками в плане приобщения их к истории. Во время карантина нужно было проводить какие-то мероприятия, так же, как и до этого. И мы решили на странице у нас в группе выпускать определённые методики работы, например, с детьми, также какие-то ещё статьи образовательные и так далее. У нас было два проекта. Один называется «Книга про бойца. Без начала и конца». В этом проекте суть была в том, что мы брали отдельные экспонаты нашего музея и рассказывали, то есть в каких условиях они были найдены, правила их использования и вообще их особенности. Второй проект – это методика работы с детьми. Ни для кого не секрет, что наш отряд, конкретно боец отряда Александр Фисенко, она придумала проект «Детский лагерь». И в рамках этого проекта мы выпускали методики как раз работы с детьми. В этом году бойцы отряда «Воскресенье» успели побывать в двух экспедициях. Одна из них уже стала традиционной – раскопки в Заполярье. Кольский район Мурманской области поисковиками был выбран не случайно. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны в составе 14-й и 52-й стрелковой дивизии массово служили уроженцы Республики Мариел. До сих пор несколько десятков солдат числятся пропавшими без вести. За три недели поисковики обнаружили и извлекли останки восьми бойцов и вещи, среди которых и подписанный котелок Андрея Федосеевича Григорьева. Установили и судьбу солдата. Этот котелок был потерян. И Андрей Федосеевич считался погибшим на поле боя, оставленным на поле боя. И таким образом данный человек выжил. Он был ранен, контужен. С него сняли всю экипировку вместе, конечно же, с котелком. Товарищи, когда уже заняли эту высоту, считали, что данный боец погиб. Но его пленили шесть попыток побегу. И в 1946 году он был демобилизован средов советской армии уже. И таким образом он вернулся домой и дожил до середины 80-х годов. В этом году поисковики Мариел открыли для себя и остров Сахалин. На раскопках отряд «Воскресенье» представил боец Николай Сергеев. По его словам, местность Сахалина чем-то напоминает Мурманскую область. Поэтому к работе на новом месте он привык быстро. Данное направление экспедиции будет развиваться. Перед поисковым движением России новая задача – найти утерянные братские могилы времен Второй мировой войны. Там тоже происходили такие колоссальные большие бои по меркам того региона, естественно. Советские войска также низкие потери. И часть бойцов, к сожалению, оказалась в том числе не захороненной. Мы в этом году, соответственно, поучаствовали в Дальневосточном фронте. Мероприятие называлось, вот этот поисковый фронт весь. И были найдены останки двух военнослужащих Красной армии и один останок военнослужащих Японской армии. В целом, можно сказать, что специфика работы примерно как в Мурманской области. То есть природа чем-то похожа и, соответственно, работать более-менее удобно. Быть бойцом поискового отряда – это скорее призвание души и веление сердца, чем просто интерес к историческому прошлому нашей страны. В экспедициях и на раскопках свое призвание находят те, кто по-настоящему помогает оставить след в истории. Ведь дороже благодарной памяти потомков быть ничего не может. Продолжение следует...